Я к тебе сначала. Как дела? Отлично, отлично, отлично. Так, новые гамаки. Боже, это мэлечка. Так, и что у нас происходит вот здесь? Вот это вот самое страшное. У меня в руках болотные сапоги. Да, Мася будет точно мешать, он будет защищать всех. Непонятно что. Похоже, леса родила и родившая лесня. Это страшно. Несколько раз уже были попытки нормального разведения феньков. Но в прошлом году она все это сделала неудачно. В этом году ей оставили детенышей. Она три дня их кормила и съела, несмотря на то, что лист был отсажен. Поэтому этот год, этот раз, второй раз похоже рожает. Это удивительно. Этот раз забираем. Она сейчас сидит в домике, сейчас будет ужасно. Повторяю, болотные сапоги. Иначе просто не войти. Попробую. Я не уверена. Что родила? И я не уверен, что родила. Ну, мы посмотрим, да? Да. Ну, понятное дело, что Букаша уже в сапогах у меня. Так, это большая проблема, когда у лесни беременность, роды и месяц после. Девочки, валите, давайте. Все-все-все-все-все. Сваливай, ты мне мешать сейчас будешь. Сейчас тут всех будут рвать просто. Вот после родов еще с месяц, наверное, лесня психует. Это ужасно. Сейчас посмотрим, что у нас тут происходит. Так, вот так вот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Выйди, выйди, выйди. Выйди. Давай, мы с тобой выходим. Мы с тобой выходим. Осторожно, аккуратно. Мы с тобой выходим. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот, молодец. Все. Мася, не волнуйся. Так, так, вот так это все делается. Теперь у меня задача вот так вот. Есть. Я вошел. Я вошел. Молодец. Смотрим. Смотрим, что у нас здесь. Ну-ка. И удивляемся. Боже мой, мы удивляемся, ребята. Ес! А-да-да. Так, этот один чуть живой умирает. Они чуть живые уже. Они холодные, она за ними не ухаживает. Один уже мертвый. Это вот с утра только-только. Смотрите, вот задохлых сразу же. Ну, мы тебя и не откачаем, наверное, да? Вы тоже чуть живые. Я не знаю, что это будет, ребята. Я не знаю, что это будет. Сейчас отправляем ее обратно. Беги обратно. Все-все-все-все-все. Обратно-обратно-обратно-обратно. Давай, у тебя там дети остались. Все, вот так. Вот так. Так. Один. Все. На последнем, да. Ох, ох, омешки. Вот такие вот у нас детишки. Все, вперед. Я бросаю все. Мучусь к ветеринарам. Корма. Соски дома есть. Все есть. Грелки сейчас. Срочно-срочно-срочно-срочно. Все, ребята. Дальше. Дальше. Пошли. Так. Ну, на самом деле, что мы наблюдаем? Лисята голодные. Лисята родились, видимо, ночью. И они еще не покормлены. Они вылизаны. Но впечатление такое, что у мамы нет молока. Так как я много налил, слишком воды. Это выглядит как стопка. На самом деле, это очень удобная посуда для кормления детей. Толстые стенки медленно остывают. Так. Дальше. Берем шприц. Благо все всегда под руками. Соски дома. Здесь шприц. Будем кормить с вами со шприцами. Кошачье молоко. Именно кошачий заменитель. Я буду доволен, если я останусь в таком состоянии. У меня лисята на животе. Да, я немного в положении. Потому что они замерзают. Они очень голодные. Они поэтому холодные. Они не набирают температуру. Они чувствуют себя плохо. Они даже не пищат. Они почти не шевелятся. Один, видимо, пока я развожу молоко, вероятно, один даже будет у нас погибший. Я просто чувствую. Уже это вижу. Но посмотрим, что с троими. 20 минут назад все было хорошо, пока я быстро слетал за молоком. Я, честно сказать, немного сам не прав. Потому что я уже не ждал, что лесня что-то выдаст. Она как-то очень явно продемонстрировала, что у нее ложная беременность. Но оказалось, видите, внезапно вот так получилось. Поэтому я немного был не готов. Надо было мчаться домой. А мне еще тут очень много дел. Поэтому все пришлось собирать на ходу. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Давайте посмотрим. Я вообще боюсь холодный. Один холодный. Вот он такой маленький лисенок. Так, холодный. Я тебя грею. Уже тепло. Своего тела. Вот так вот. Давай кушаем. Ой, молодец. Все тепленькое. Вот, голодный же ты. Ох ты же голодный. Тебя мама не покормила, да? У мамы молока нет. Видимо, родившись ночью, а сейчас в середине дня очень много дел было. Я ездил без верчика. И все очень много делал. Так, умница моя. Вот молоко пьем. Может быть все не так страшно. Салфетки. У нормального зверолюба все должно быть под руками. Просто всегда все должно быть под руками. Смотрите, какой хороший ребенок. Чудесный. Чудесный. Чудесный ребенок. Так, глоточек сделали. Все. Пока глоточек. Хорошо. Следующий пошел. Морда мокрая. Я тебя отлечу. Здесь есть вот какое неудобство еще. Вернее, какая проблема. Когда лиса пыталась выкармливать сама, детишки погибали и она их съедала. Когда у лисы забирали детей, но уже накормленных, она их покормила и забрали, дети погибали. Ветеринары сделали предположение, что возможно у самца и у самки не совпадает резус-фактор. Есть такое предположение. Поэтому я очень боялся, что она их снова накормит. Там просто при попадании в организм материнского молока начинает включаться иммунка и, собственно, она уничтожает сама себя. Так, кушаем, кушаем, кушаем. Молодец какой! Сейчас вот буквально по несколько капелек они выпьют и через полчасика снова будем. Поэтому я и говорю, что я буду рад, если я останусь в таком странном положении с лисятами в животе. Ничего страшного, я месяц так похожу. Лучше я поживу так, но у меня останутся лисята живые. Это, конечно, что-то выкармливает лисят. Это, с одной стороны, невероятная работа, с одной стороны, а с другой стороны, удивительная радость. Они такие хорошие, когда подрастают, они становятся такими необыкновенными. Ребята, вы не представляете. Представляете по предыдущим видео? Я прямо уже разболтался, да? Давай еще глоточек. Давай еще глоточек, давай. Молодец, мой хороший. А ты какой красавец! Какой ты красавец! Ты будешь прямо орел! Надо жить! Надо выживать, надо жить, надо стать красивым, большим, да? Как я говорил, за что меня там говорили, что девочки должны быть красивыми. Я еще не посмотрел, кто ты. Ага, а ты мальчик, а ты не девочка. Мальчики ничего не должны. Девочки ничего не должны. Не хотят быть красивыми, не надо. Но вообще, конечно, лучше постараться, вырасти сильным, красивым, кушать кашу. Так, все, здесь глоточек сделаем. Здесь хорошо. Иди сюда. Следующий. Ты только что поевший. Молодец, зайчик. Молодец, мой котик. Ну-ка. Так, а вот этот, к сожалению, у нас похоже погибший. Тот, которого я показал уже еле двигающимся. Ух ты! Нет! Смотрите, он еще шевелится. Ух ты! Так, давай мы тебя попробуем привести тоже в чувство. Так, Мася, не ходи сюда, не мешайся. Там Мася еще пришел. Давайте-ка вот этого вот, который совсем никакой. А вдруг еще удастся. Давай, пару глоточков. Вот. Если ты сейчас пару глоточков смеешь сделать... Ну-ка. Может быть, мы все исправим? Давайте-ка волшебное слово какое-нибудь применим. Ну-ка. Ну-ка. Надо два глоточка сделать. Два глоточка давай. Так, раз глоточку. Давай. Вот, молодец. Да, вот какой ты красавец. Надо всосать эту капельку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Всасываем, всасываем. Не мимо рта. Давай. Нет, слабый, конечно. Дальше некуда. Просто вот это уже... Ой, какой слабенький. Просто вот как трупик лежит. Не знаю. Давай. Две капельки просто проглоти, и все у нас пойдет совсем по-другому. Давай. 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 Молодец. О-о-о-о. Работа. Главное, знаете, все это не трудно, но так сложно каждые два часа кормить зверей. Я легко встаю на зверей. Я их слышу всегда. Я всегда слышу, когда звери начинают пищать, и встаю их кормить. Но... Вот, 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 вот. Немножко так нервно все это. Очень переживаешь, кажется. Вот из-за этого... Эх... Что за беспредел-то становится, а? Что там такое? Обезьяны гуляют. Видите? Где-то там на заднем плане вроде обезьяны. И устраивают действительно беспредел. Это мешает девочкам работать. Так, маленький мой. Давай-ка ты сейчас сюда. Нет, это конечно... Ну, не жилец. Вижу я, что не жилец. Он просто такой весь синюшный-синюшный. А вот этот вот ничего. А вот этот вот ничего. А вот этот вот ничего. Давай. Ну-ка молоко. Первый раз. Первый класс. Давай. 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 Молодец. Пробуем. Пробуем. Животы пустые совсем. Ничего в них еще не было. Давай. 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 Открываем рот. Открываем рот. Вот. Вот. Какая вкуснятина. Давай. Ложечку за маму. Капельку за папу. Давай. За всех лис на свете. Вот. Хорошо. Молодец. Ой. Какая лиса прекрасная. Вот. Как надо кушать первый раз в жизни. Слышите? Заскрипели. Да? Вот сразу. Несколько глотков. И начали появляться силы. Хотя бы скрипеть. Сейчас согреем. Полюбим. Сейчас все будет великолепно. Да. 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 Все. Вытираю. Вытираю. Вытираю нос. Нос вытираю твой. Давай. Еще. Надо еще немножко. Каплю. Каплю. Все. Не хочет. Вот. Самое первое кормление у нас прошло. Дальше будем разбираться. Снова греем теплом моей души. И живота. Все. Вот. 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 Все. Зашумели. Запищали. Красавчики мои. Да. Все. Мешочек завязываем. Вот так они у меня сейчас живут. В мешочке. Как в норе. В мягкой, теплой норе. На животе. Самое теплое место. Где? Живот. Вот так вот. И будем жить. А там посмотрим. Интересно. Очень хочется, чтобы все получилось. Чтобы все было нормально. Смотрим дальше. Вот видишь, он маленький. Сосет активнее, чем тот. Да. 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 Но вы меня оккупировали уже. Просто, конечно. Скажи, молоко раздают, а они там как дураки за решеткой стоят. Да. 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 Конечно. Скажи, молоко раздают. Да. 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 Тарик. Да. Продолжение следует...